День добрый, вы слухаете Мензинародово радио Беларусь. Наш программ называется «Вольность слова», то есть «Пшеглённая новейшая праса белорусской». Мамное имя Марья Крушевская, есть деникажем панцтовой газеты СБ Беларусь Дисей, и тоже за мной Пётр Петровский. День добрый всем. Ну что ж, наш программ хотели бы мы распочнать от одной из ведомостей, от которой голосно было не только в белорусской прасе. Польский сендер угосил замер убегания себя о статус уходца политического в нашем крае. Мой коллега Максим Осипов написал о том артикул в одном из номеров газеты СБ Беларусь Дисей. Томаш Шмидт есть сендзио 2-го выдалу воеводского сонду администрационного в Варшаве, который вчесней займовал разные становиска в сондничестве и вымяже справедливости в Польше, и был председателем Департаменту правного в Краевой Раде Сензов Польски. С поводу незгоды на политики и действия влац остался взмушенный до опущения родинного края и приехал на Беларусь около тыдень тому. В Польске был преследованный и застрашанный за свою незалежную поставу политичную. Томаш Шмидт запротестовал противко польским влацам, которые под вплывом страны зъединенных и Великой Британии проводил край до войны и повезал уже народ польский и оповидастся за покоем и добросенсыскими стасунками с Беларусью и Россией. Тут очень интересный момент, что Томаш Шмидт оповидаил. Томаш Шмидт обратил внимание на факт, что Захуд не смогли уничтожить Беларусь. Цитат. На починку пробовали организовать тут Майдан, но это не удалось. Пробовали уничтожить Беларусь от страны экономичной через разные разные санкции. Это тоже не удалось. Беларусь имеет огромный потенциал на przyszлость. Это края, в котором можно жить в покои. Есть тут очень мудрый приводец. Я думаю, что Беларусь часто даже не задают себе справа с тем, как большие возможности развития имеют. И тут хотел бы подкрыть, что Томаш Шмидт уничтожил не до западных стран, не до России, а именно до Беларуси. Когда я уже успел с ним разговаривать, так в приватной атмосфере, мне он просто, скажу, что Беларусь – это край славянский, связанный исторически с Польским. У нас есть общую историю. И в другой момент – это край, где политика природная, натуральная, без этих збокеств, которые мы сегодня на Захоте, без записания истории, где память историческая, то политика państвовая, которая сегодня не нисчет помнику, не приписывает историю, а обратно, бронет эту историю, бронет эту политику. И это символично, что Беларусь пришел, и вчера очень много времени надал, чтобы пройти на те импрезы, на честь Дня Звучищества в Минске. Ему очень понравилось это. И это результат как раз бiałорусской, мягкой силы, где Поляцы понимают, что мы все братья, мы все Словиане, нам не мало чего делить, у нас wspólная ойчизна, фактически, и Беларусь для пана Шмыта это край родный. Когда я с ним так само говорил, он говорил, что он из Белосточизны, и с детских лет встретил себя с разными Беларусинами, слышал язык белорусский, там на пограничке, где мешка, для него, это натуральное. И он эту натур, эту природу, белорусскую, выбрал, когда уехал из Польской. Дише, когда я ехал до працы, я постановила прочитать, что пишет в Европе праса на этот темат. Это очень интересно, что пан Моравецкий говорил, что пан Сэндия является агентом, российским, белорусским, и тут я немного не понимаю, когда он является агентом, то почему ему ехать до Беларуси, или почему делать это так гласно? Ну, я думаю, что когда он был бы агентом, почему они сегодня только начали это говорить. Вспомнимы разные дела по агентам в там, российских, белорусских, еще каких-то там, кольких, chińskих, навык, там, десятки osób, десятки обыдателей уже находятся в винзене по тих справах. И, конечно, то, что когда уже не было в Польске пана Томаша Шмидта, его очень легко взять и назвать агентом. Хотя, что великоротнее подкрысляю бздорность этих оповидай, хотя он не через операцию приехал до Белоруси, когда два дня стоял в коллекции на границе с Белорусской, Польской, приезжал ту границу до Белоруси, сам в свой урлоп это все сделал. Потом те мысли о том, что Томаш Шмидт, какой-то агент, то бздор полненько, потому что когда он такой агент, почему его накеровать в ту раду, которая сейчас декидует, может урзедник или сэнд иметь доступ до информации таймной. И конечно в этой ситуации та смена поглядов на Шмидта паинства польскиего то просто политичный акт, который просто говорит, нам не подобает что ты приехал до Белоруси, нам не подобает что ты оповел о том системе внутреннем влач польских, нам не подобает что ты оповел почему Польска не является краем независимым, суверенным. Ну, конечно, это не будет подобаться никакому государству. И эта реакция, то чистенькая акция политическая, информационная, психологическая, чтобы простым обывателям польской оповещать, ну, то бздурник, нечекавый, он говорит, что бленды, Польска – это рай на земле, и вы должны все выполнять те задания, которые говорят там, пан Туск, пан Дуда, и другие приводцы польские. То просто такие технологии политические. Читала, что запытали его экс-жону на тему, почему поехал в Беларуси. Она говорила, что никогда не говорил о Беларуси и мешкал с милостью в Польске. Но мудро говорил наш президент на обходах святого 9 мая, что если бы мы хотели бы иметь агентов в Польске, то в Польске мешкают много людей, которые против политики. И могли бы мы рассказать о том, что... И тут, ну, очень интересно, экс-жона говорит, что он не говорил о Беларуси, хотя бы в прошлом году он приезжал здесь на урлоп, отдыхал, сделал такие вычиски турыстические, и говорит, что он ничего не говорил о Беларуси. Это мудро польщик, это акт политический. Просто экс-жона на полно сегодня сидит и вокруг этой жоны ходят все агенты АБВ, которые говорят, что делать этой жене, что говорить, в какой способ, каким медиам. Потому что, когда Беларусь сегодня, там, джинникарь Беларусь сегодня зателефонует этой экс-жоне и зах хочет взять вывод у этой жоны, ну, на полно АБВ отрючит все жадания джинникарям беларусских, или Беларусь сегодня, или каких-либо других медиа беларусских, взять этот вывод. Возвращаемся к президенту. Он говорил, что это человек, его мнение, который много инвестировал в то, чтобы в нашем регионе было спокойнее и стабильнее. Также, если в ходе о ситуации политическую, че его мнение Сунцега, не можно говорить о Польске, зауважил, что политика краю есть залежна, а также подкреслил блокады информационного, потому что правдивые видомости можно теперь прочитать в Польске только в Телеграме. Едночестно, зазначил, что обычные поляцы шануют в отеле Беларуси, так само, и так само, как поляков в нашем крае шануют Беларуси. А на тему Телеграма хотелось бы сказать, что еще можете глянуть видомости на нашем ютуб-канале. Субскрибуйте и лайкуйте. В общем, так. Субскрибентов очень хочу видеть на своих всех каналах, потому что Ютубе имеет такую политику пессимизации по политике политичных, идеологичных. Мы еще есть на Рамбле, в Иксе, в Телеграме, в других медиах спортивных, в общем, нужно больше на них субскрибовать, только для одного цели, чтобы быть суверенным, независимым человеком, и иметь свободным, и иметь свободное слово в своих своих медиах. Когда будет много опини, когда все люди будут читать много опини, а не только то, что говорит там, что, когда человек будет делать разные взгляды, а значит, может сделать выбор. Поэтому наша Рада, Международная Рада Беларусь, делает акцент именно на том, чтобы поляцы, как обыватели польские, как поляцы, мешканцы в Швеции, поляне, все имели доступ к различных опини, к различным взглядам политических, идеологических и филозофических и различных других. И это делает поляков больше свободными людьми, которые должны иметь выбор, право на этот выбор. Такий, как Томаш Шмидт. Он говорил далее, цитат, что, когда, на темат того, как Беларусь восстанавливает поляцы, когда доведуешься, что я с тем с Польским, не ма в тем проблем, и трактует то нормально. Хотелось бы запросить моих родаков, мешканцев краев баутицких, до приезда тут. Приедете на Беларусь, поровнаете то, что пишет ваша праса, с тем, как тут есть на правде. В общем, я бы пожелал, чтобы и пан Дуды, и пан Туск, и другие приводцы, министры, рады министров, и послы Сейму, и сенатуры, могли приезжать до Беларуси, поглядать и не говорить те бздоры, которые они сегодня так трансмиссуют во всех джиурах, о том, как страшно это диктатура, это тут кровь, масакры, людобойство. Ну, бздоры, полненькая. По тому, Шмидт приехал, его еще никто не замордовал, хотя читаем там некоторые комментарии, ему уже обычно ждали разные там вещи, лоса Эмиля Чечко и других Поляков, которые не погодятся с полской политикой, ну, даже не полской, а полскоязычной политикой, как говорят некоторые наши видцы и слушатели. Лос Анджея Лепера, мыслил, что не, Бяло-Панство Беларусское не дает возможность всем там провокатурам, агентам, АБВ, или там других полскоязычных служб специальных что-то сделать с паном Шмидтом, и в общем, пан Шмидт, это только начальник. Беларусь всегда была доступа до сердца Поляков, и это очень хорошо, и Туск, и Дуда, и уже это первый звонок, такой глощный звонок в двоях полскоязычных влац и элит, или, как наш парт Хартунг называет, элит. И в этой ситуации, конечно, ну, ясный день преимущества прийдет в Польске. Польске будет неподлеглым, суверенным краем. Я думаю, что с паном Томашем Шмидтом все будет в порядке. Сейчас он уже не есть сендзо. Он прочитал также беларусским деньгам и подписал свое свидетельство с керевницей полицейского в мяру справедливости и президента Анджея Дуды, в котором говорил, что его резыгнация является протестом против несправедливой и неучтивой политики, проводенной przez польские власти в обец Републики Беларуси и Федерации Российской. Он говорил, что акт он есть ровнош выразом протеста против коотделованиям, смежающим до вценингнения моего края в безпосредний конфликт збройный с Републикой Беларуси и Федерацией Российской. Есть также апелем до польских влац о нормализации и урелегивании добросонседских стосунков между Республикой Беларуси и Федерацией Российской. Читаю цитат. Та такая трансмисия, трансмисия идеи покоя между Беларусью и Федерацией. Та трансмисия идеи добросонседства. Нам не потребна бороться между собой, нам не потребна война. Нам потребна, чтобы граница Беларуси и Федерации была не муром между двумя экипами геополитичными, а была мостом между Заходом и Всходом, была местом współpracy между Поляками и Белорусинами. Не только поляками и Белорусинами. 80% транзиту хињскего до Заходу по лонду идти через границу Белоруси и Польша. И Польша отрима ко год 13-15 миллиардов долларов из этого транзиту, а когда Польша замкнет последние те прежища границные, тогда то згуби минависи те пенеды. 15 миллиардов долларов на дороге не существует. И конечно в этой ситуации нужно иметь голову, потому что уже видим, как простые прежнебиорцы воеводства подласские от замкнетных границ ко год не отримают 125 миллионов евро, а Польшаа говорит, что только рекомпенсирует 1 миллион евро. А где последние 123 миллиона евро? А то на плецах простых Поляков седзе и Поляцы менее зарабя, меньше пенедзов отдаде тем экспериментам геополитичным, который дзисяй роби тен жонд польско-янзычный, антипольский по своей природзе. Ну так, есть еще одна вядомость о бездуры, агентах и иных дивных жачах, которые можете пречитать в Европе. Это публикация Financial Times. И на тен темат написал артыкул Деникаж панцтвовый белорусской газеты Антон Папов. Темат оскажен в обець России. Деникаж же Financial Times уважаю, что Москва приготовила акты саботажа в бранжах, связанных с премыслом войсковым в целой Европе, и уж зачала вдражать свои планы. Публикация называет вбуховое замешание. И сконт походзла та информация, Антон Папов пише, же артыкул в газете застал опубликованный на тле пожару на дужой скале в арштатах фирмы Обронный Дил в Берлине. Пожар выбух в фабрике, в которой продуктована полива до претивков претивовлетничих ИРИСТ в пиотек и не застал угасшенный прзвикенд. Целковитему спалену улегал один з варштатов, а также запасы квасу сиркового и цыянку медзи, которая в получение творит небезпечный для людей цыяноводор. Официально ни берлинская полиция, ни представители фирмы не скоментовали, что могло споводовать пожар. Однако европейские медиа натихмяст повязали катастрофой в арштатах Дил с шерием других дзивных инцидентов, которые мяло место вёсном в объектах связанных с дозавами на Украину в разных частях света. И ржуцили винен на Россию. Антон Попов ма своё премышление на тему, цитат, «В речвистости ситуация може быть связана albo з блэндами технологичными, wynikającyми з глотовного взросла продукции амуниции, альбо з дзяланями партизантів, которые не согласны с курсом захотних муцарств. И та другая опция ма вселенные шансы на прожитие». И на певно моим здаем есть, что те антивоенные дзеи, демонстрации, которые дзялся на Заходзе, просто обуватели краев захотних, европейских, не хотят бороться на фронт, при чем бороться за бандеровцов на Украине. Но в этой ситуации начинается спрещение. Можливо там существует, мы не знаем этого, но можем вычислить такую опинию, что можливо там существует какая-то подземия на Заходзе, кто же уже начинает противостоять тем идеям, тем, той милитаризации, которую дзюси впровадзо элиты Унии Европейской. И павесе, что завши проблем в России, гды, например, пан идзе на автобус, а он поехал, то теж проблем в России. И тут теж, что выбух технологичный, что кто-то его сделал, а ле то вина у Россио. И такие демонстрации в Европе на правде были личные. И чебе мыслить, что чем больше вели на то заангажеваны в той войне, цем бардзе бендзе озденервованы люди. А ле протесты огарнаю не только Европы, а ле так же Грузию. Их поводом ест о бэсне прзеянта устава о заграничных агентах. Хочеш, як вспоминал мой колега Пётр Петровски, в своем артыкуле «Революция ружовых окуляров» в газеце СБ Беларусь дзи сей протесты те дотучили кедысь у обувек. И ты не только в Грузии. Ну, это очень интересная вещь. Когда я начал писать этот артикул, в общем, я хотел его назвать нечто иное, «Революция ружовых окуляров». Правда, потому что просто нужно подумать. Люди идут на работу. Люди отримают заработки. Идут до склепы, видят какие-то кошты, цены на хлеб, на млеко. А в Грузии дзисяй на высоком позиоме кошты. Кида порівнать до речи 1 литр млека макроцену 1,5, ну, ну, где-с, евро 50 центов, чтобы наши польские слушатели и виды зразумели. И в той ситуации знаходящийся якісь крэнги, тоже идуть на страйки, на протесты, але эти крэнги выступуют не за поменьшение коштів, не за повинкшение заробков, а за против устави правной, которая говорит о так званых агентах заграничных, чи этих организаций społecзных, чи и медиа, которые отримуют пенёдзи за границей, ну, для мас, для społeczeństва это темат очень современный. Все обыкновители Грузии думают, что, о, какая брыдкая правильная правильная, так? Правильная. Она там что-то замкала. Конечно, нет. И пыта, нет, другая, а чему эти люди вышли? Кто эти люди? Что за пањсто такое вышло на улице и роби те революции? А то споўпрацовники этих NGO, организаций некомерцијных, медиа, бо 63 медиа в Грузии отримают пенёдзи за границей. А что они будут transmисовать простым людям? През строны интернетовые, przez телевизоры, и другие вещи? То, за что отримают пенёдзи. То означает, что та устава правнича о заграничных агентах повинна просто говорить. Когда ты слушаешь те медиа, то ты можешь знать, что те медиа зафинансованы от фундаций заграничных. Всско. И трёць момент. А кида так против того выступает Захуд? Почему? Просто информация о финансовании этих медиа, этих NGO за границей, чем загрожение есть? Не! Это загрожение просто для этих fundателей этих NGO. Они хотят, чтобы простые обыдатели Грузии не видели, что это за NGO, за что это NGO выступает и что хочет. И конечнее сегодня уже власти Грузии, в отрожнении от прошлого года, уже идут до конца, уже готовы прийти эту уставу правную о заграничных агентах, и не будут от вероцать эту уставу правную. Поэтому конечно это исторические действия для государства грузинского, которые идут по шлягу суверенизации, независимения от этих fundаций, от этих заходних центров Шивы. Еще подобаю мне цитат пана на темат Александра Лукашенко, что наши утикинежи поновне поднесли квести зналежения конта президента за границу и не первый раз и пионером этого был 43 президент страна Зъединенных Горджа Пуш Молочи, который на почетку 2000 года был в Персии на подъем Конгрессу Станов Зъединенных обецую зналезть ценные миллиарды Александра Лукашенки. И как президент Беларуси, он всегда это говорит, просто и счете, как найдете, то бегите. Но никто не зналезал и не зналезал, потому что только фальшерство, пишет Петр. Петр, ну, бо те миллиарды это просто технология политичная, когда те миллиарды исходят уже так, а я вем президента Беларуси, въедем, как он децидует, как керует пањстом, и вем, что не люби вот такого богача на показ в уголе. Веде такой бардо скромный образ жизни, ма свою господарку невелику, такую ролничу, человек от земи, и для него нечекали какие-то миллиарды пенедзов только для себя, коесь иного. Он всесця пенедзе накирует в развитие своего пањстя, и з той причины так неподобаща Александру Лукашэнка тым корупционистам элитам заходу, кто же корупционежы, те просто берам пенедзе с буджету для своих особистых целюв. И бэндземы заканчываць програмы традицынны на добрым акценці и павемы о жыці костёла свянтых Пётра и Павла во всі старые Василишки в районе Щучынскім. Газета Дзенница постановила отым написаць и дзенека же доведелися для чэго костёл так бардзе пшы тёнга турыстов и цо есть в ним интерсу ёнцэга. И костёл есть пенькне захованы, дзесь опекуяся ним ректор парафии Ксён Збигнів Драгуа, которая паўниту послугуј от 1909 року. В костёле знајдујся класычны бараковы органы, з 10 тёма рейстрамі, цо ёсць жадке на дзесейшо Беларусі. И цитат. Докладны час их будовы не е знаны, ёднак под взглэдем характэрыстыки органы, то мајј закрэс типој для инструментов з конца XVIII веку. Навязам, мујјц, закладася, же мейсцовы инструмент музычны зостај выконаны прз тих самых фаховців, ктужі были заагажовані в будову органу в којциолі в Буцлайве, немецких мистців з родзіны Яцанов. Архитект нового којциола Константы Войцеховски прзвязываў дужам ваган до органу пројктуюць будынок в такі спосіб, абы поправіць акустыка і звякшыць ёго глоснојць. Којциоў зостаў одэбраны в јрным в часах војвіючего атеизму, але святыня не застала паважні ўшка Джона, але, нестэты, не можна тэго самэго паведзіць о органах. Ренавація инструменту музычнэго распачэнлася в 2014 року, праце павяжона мисчём з Росі, а в 2017 року зачэнлі бжмець, ведру карактора парафі і ксэн зазбігне во драгу, праце над ренавація инструменту музычнэго со уканчёны не прешкадзаму захвыцць парафіан і гості ксцёла пенькну музыку. Їшчэ кэждэго року вели осіб пшыяджыту на фестивалі посвіншонэй урочистосці святых Пётра і Павла, вытечки до музэу Чыслава Немна неодзовні вёнзуся з візитом в тутэйшім ксцёле, ктурэ з дума можэмэ назваць духова перла нашэго краю. Во всеским раю приїхать на вычешки до Белоруси до району штучинського поглядач не только тэн пенькну костюль, але ішчэ і ту малютку ойчызну Чыслава Немна, ктожі уродзијся в тэй всі Мау-хвасилишки, гдзе істнеє так само музеум пана Немна і в уголе поглядач на нашу спільну на нашу спільне дзедзіцтво польскі а Белорусі і на пэлно памысліць, чэму пан Чыслав, пан Томаш Шмид выбрал Белорусь. Ну так. Вы слухали програм Вольне Слова на Мензынародовом Радзіо Белорусь. Мам на имя Мария Крушевска і тэрэз зе мною был пан Пётр Петровський. До видзэня, до услышэння. Субскрибуйся, лайкуйся наше видео, слухайся наше програмы на фалях Мензынародового Радзіо Белорусь. До настэпних отчинков. До видзэня. До видзэня. Мензынародных Радзіо Менз